От пациента. На УЗИ, сделанное в двух разных центрах, обнаружено диффузное утолщение стенки желчного пузыря до 10 мм. Гастроэнтеролог поставил вопрос об удалении желчного пузыря. На КТ признаки утолщения стенки желчного пузыря не описаны. У меня сомнения, нужно второе мнение по КТ. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 64 лет. Дата исследования – 24 сентября 2020 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшенное пространство, с внутривенным болюсным контрастированием. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен, печень не увеличена как к минус 157 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность – плюс 22, плюс 60 хаунсфилда. В С-7 выявлено гиподенсное, гиповаскулярное образование аксиальным размером 10 на 10 мм, нативной плотности – плюс 30, плюс 35 хаунсфилда. На отдельных участках – 26 хаунсфилда. В артериальную фазу накопления контраста до плюс 60, плюс 69 хаунсфилда. В венозную фазу плотность до плюс 79, плюс 82 хаунсфилда. В С-3 выявлено включение диаметром до 6 мм, плотностью до минус 26 хаунсфилда, практически не накапливающий контраст. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь, обычных размеров, стенки не утолщены, перегиб в шейке. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без ржа контрастных очагов. Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузно-неоднородно-нативная плотность – минус 40, плюс 56 хаунсфилда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка интактна. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Почки не увеличены. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек не изменены, паранифральная клетчатка уплотнена за счет множественных фиброзных тяжей, более вероятно поствоспалительные изменения. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. При внутривенном балюсном введении контраста, другие очаги патологической воскулиризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Заключение – КТ-картина очаговых образований печени, более вероятно ангемиолипомы. Диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы. Рекомендована консультация онколога, КТ-контроль через три месяца. Ассистент кафедры кандидат медицинских наук КОТОФМА. Комментарий врача-орентгенолога. В печени у вас два очага, образования, которые имеют неправильную плотность и накопление контраста. На мой взгляд, это ангемиолипомы, то есть доброкачественные образования. Но вам все равно стоит посетить онколога и через три месяца повторить КТ с контрастом. Собственно, желчный пузырь несколько деформирован, но какого-то патологического утолщения стенок в нем я не вижу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok